ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 11 утра в будний день в гипермаркете всего несколько десятков человек. Почти все в масках, сотрудники тоже. Уборка с использованием дезинфицирующих средств проводится каждый час. Тележки и корзины тоже обрабатываются раз за разом. Чтобы покупатели в очереди к кассе не дышали друг другу в спину, на пол наклеены специальные дистанцирующие метки. Если воспользоваться лексикой автомобилистов, то здесь еще и боковой интервал выполняется. Кассы работают через одну. Вот эти полоски, мы уже знаем, для того, чтобы покупатели соблюдали дистанцию, не подходили слишком близко друг к другу. Но скажите, почему у вас закрыта часть кассы? Это потому, что нет покупателей? Нет. Кассы у нас работают строго через один блок, для того, чтобы было разграничение между работой кассы. Работают через одну, через блок. И дистанционная разметка внесена также для покупателей, чтобы соблюдали дистанцию полтора метра. Через старших кассиров мы указываем нашим покупателям соблюдать дистанцию между друг другом. На входе в торговый зал стойка с одноразовыми перчатками. Если маской никого не удивить, то перчатки народу использует гораздо реже. В магазине решили позаботиться о своих покупателях без указаний от санстанции. Люди довольны и призывают всех – пользуйтесь перчатками, не стесняйтесь своего желания быть здоровыми. Каждый из покупателей, придя в магазин, воспользуется такой возможностью для того, чтобы обезопасить и себя, и окружающих. В торговом зале все, что можно упаковать, упаковали. Соленье, печенье, булочки и прочее. То, что перед едой, больше не обрабатывают. Что можно помыть, продается без упаковки. Но дома никто не мешает это сделать тщательнее обычного, а заодно ополоснуть и пакеты с молоком или сметаной. Методом самообслуживания не реализуется эта продукция. Она фасуется магазином в индивидуальную упаковку. Потребитель подходит к стеллажу и берет в индивидуальной упаковке зафасованную продукцию. Точно так же идет и хлебобулочное изделие. И ранее была у нас фасовка самообслуживания консервированной продукции. Сейчас все эти стеллажи закрыты. И фасовка осуществляется сотрудниками магазина. А потребитель берет уже исключительно фасованную, вот как здесь, в индивидуальной упаковке продукцию. В интернете сейчас море информации о лимонах, имбире, чесноке. И о полезных свойствах этих продуктов, и о взлетевших на них ценах. Лимоны в гипермаркете стоят относительно недорого. Например, Наталья, которая решила фамилию не называть, пришла сделать запас сразу на всю семью. На всю семью. Семья у меня большая, на всю семью. Что вы делаете с лимонами в период инфекции? Просто так едите? С чаем, просто едим в баночку с сахаром. Сейчас в это время лимоны нигде не найти. А у меня бабушки, дедушки, братья, сестры, родители. Всем, чтобы было. Меры профилактики остаются прежними. Почаще мыть руки не менее 20 секунд, надевать маску и желательно перчатки, планируя поход в магазин, пользоваться антисептиками. А еще по возможности сохранять душевное равновесие и стараться радовать себя и своих близких. Новые правила не отменяют нашей жизни, которая только здесь и сейчас. Марина Джала, Валерий Капанько. Новости недели.